добрый день дорогие друзья сейчас минуточку я поправлю да я вас приветствую у меня хорошая погода я на улице и решил пару минут разговаривать с вами и обсуждать некие вопросы которые связаны с нашими проблемами проблеме арцаха армении проблеме западной армении взаимоотношений между армянским и тюркскими этносами мы минимум 500 лет живем вместе так случилось что протяжении последних 500 лет армянский народ проживает вместе со тюркскими племенами и еще случилось так что армения и армянский народ мы не смогли удержать все те позиции которые давали нам армянам возможность доминировать не только в регионе не но и политики в бизнесе финансах общественных взаимоотношениях очень мироустройстве и единственный уцелевшийся коренной народ на территории малой азии армянский народ помимо персов помимо персов что смогли сохранить государственность и сейчас вот последний кулачок земли некоторые силы хотят отнять у нас то есть отнять статус армянского народа что может против вас что может противопоставлять армянский народ ровно в счете ничего только не можем говорить о наших пожеланиях и о том что живем с варварами кавычках то есть варвары жили когда-то европе но условно говоря живем с варварами а это а эти варвары имеют конкретное начало они тюрки я понимаю что тюрецкие общество состоит из разных пластов разных кластеров которые отдельно взято могут очень добродушно относиться к армянскому народу были такие события и в объеме 1915 года мы были после 15 года есть и сейчас но это с социальный пласт очень минимален и базироваться на нем мы не можем прогнозировать взаимоотношения двух этносов поскольку политическая элита турецкого народа считает армянскую этнос антагонистом по их пониманием по их восприятию и эту же политику продолжает азербайджан продолжает на молит последнее обсуждение европарламенте о возврате армянских война по наполинных говорит об этом что нет согласия по азербайджанскому обществе тоже я точно знаю что среди азербайджанцев есть много интеллигентных людей которые против такого подхода азербайджанского государства в лице олега они против но у них нет реальных возможностей повлиять на все это что мы должны делать те которые предполагают что являются носителями доброты носителями человечности и носитель носителями той культуры которая объединяет мы ожидаем что часть азербайджанского общества возьмет на себя смелость и скажет самое главное что они попробуют формировать в азербайджанской обществе мнение о том что они провоцируют течение ста лет конфликт с армянским этносом и по этой причине сегодня на территории азербайджана не проживает армянский этнос по этой же причине турецкий этнос всяческими методами хочет избавиться от армянского наследия возможно ли жить по соседству без войны конечно возможно есть такой опыт опыт франции и германии когда они смогли полевым решением остановить противостояние этих двух этносов и после даже второй мировой войны на после короткого промежутка противостояния опять же эти две народы которые сейчас живут бок о бок и они созидают сможет ли азербайджанский народ стать созидателем да есть 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 такая возможность захочет ли аллеев вряд ли алле по национальности курт он не турок не состоявшиеся этносы и представители этих национальностей они максимально добываются успеха любыми средствами любыми методами это реально видно как аллеев младший сейчас всякими методами хочет возвышаться над событиями возвышаться над тем что он является победителем и вот эта аллея маразматическая аллея созданной аллеевым подтверждение тому что этот человек нездоровый и этот нездоровый человек сейчас правит азербайджаном и диктует условия не только своему народу соседним народом ставит условия перед россией не хочет считаться с решением европарламента по поводу армянских военнопленных как это долго может продолжаться данная ситуация не знаю но очевидно что условный выигрыш войне сейчас уже превращается капитальный проигрыш азербайджана как государства и и там аллеева как лидера данного государства те азербайджанцы которые со мной общаются они знают мое отношение я не признаю существование такого этноса азербайджанец я постоянно говорю и поддерживаю тех которые говорят что они тюрки но живут отдельно на территории азербайджана современного или исторического тарпатакана они являются тюрками и они ничего общего не имеют с условным этно термином азербайджанец я буду добиваться тому что в Баку и в государстве азербайджан мы смогли разделить этносы по национальным признакам мы должны обязаны просто дать возможность лизгинам сахурцам удинам также тюркам даже горным татам талышам самоопределяться и создавать свое федеральное государство это наилучший вариант решения конфликта на дальную перспективу если мы сможем делать а это возможно делать мы должны постоянно работать над этой программой и предложить азербайджанскому обществу аварцам лизгинам тюркам думать над этим думать поскольку все цивилизованные страны том числе и германия где я проживаю это федеральная страна россия это федеральная страна если азербайджан поймет это быстренько решаться все основные проблемы нашего региона я понимаю конъюнктурный вопрос открытие коммуникации дорога железнодорожные сообщения это все правильно можно это открыть но для чего открывается для того чтобы поменять взаимоотношения и поменять статус народов которые проживают или эксплуатировать возможности этих народов мы обязаны об этом говорить тоже самая картина сейчас и турции когда турецкого общества целом не знает как относиться к той проблеме что они сами создали сто лет тому назад когда доминирующий этнос армянский вынужден был течь оставить эту страну и спасаться других странах в том числе и в россии и в сша и европейских странах только я вам напомню царь российский николай второй во время второй первой мировой войны момент уже когда подготавливаясь вот все это ресни открыли границу и 350 тысяч армян спаслись напомню еще 350 тысяч армян получили нансенский паспорт то есть это официальный статус беженцев того периода и 350 тысяч армян по этим паспортам начали жить в разных странах то есть 350 тысяч армян уехали официально в россию 350 тысяч по всему миру это получается живыми уехали официально 600 700 тысяч армян и сейчас потомки этих армян сейчас составляют около 8 миллионов по всему миру и у них есть право вернуться и обосноваться исторической родине а чтобы обосноваться надо диспут диалог с турецкой стороной обязательный диалог непосредственно и посредственно все мои хорошие вот пауза у меня закончилась кофейку попью и дальше пойду работать удачи вам всего хорошего до свидания